Здравствуйте! Вы на канале 7дач. Меня зовут Алена и сегодня я расскажу о том, как изготовить три варианта кашпо для цветов. Я специально подобрала варианты, которые будут по силам каждому человеку. Буквально прямо сейчас, после просмотра этого ролика, вы можете пойти и сделать себе красивые, главное любимые, потому что вы сделаете их своими руками, кашпо для домашних цветов. Главное, что понадобится для изготовления кашпо, что послужит основой для этих кашпо, это вот такие вот пластиковые ведерки из-под сметаны, из-под квашеной капусты и так далее. Они очень прочные, отверстий никаких нет, поэтому туда можно поместить затем любой цветочный горшочек, вода не будет вытекать на подоконник. Но у этих ведерок есть один недостаток, который нужно устранить. Это вот эта верхняя часть ведра с ребрами жесткости, которые нужно отрезать. Для этого можно использовать канцелярский нож, либо обычный кухонный нож. В принципе, пластик этот легко поддается резке. Когда каемочка отрезана, время приступать к декорированию. Первый, самый простой вариант, для которого понадобится, конечно же, вот эта основа и краска-спрей для аэрозоль, который можно купить в любом магазине строительном, любого цвета. Самый простой вариант, взять нашу заготовку, обезжирить, можно одеколоном, можно спиртом, вливать спиртом и покрасить с помощью краски в баллончике. Делайте это обязательно на открытом воздухе, потому что эта краска не очень полезна. Для второго варианта кашпо нам понадобится любая пряжа. У меня вот здесь есть куча обрезков старой пряжи, которую я могу использовать, любого цвета. И для того, чтобы приклеить эти нитки пряжи на основу, понадобится, конечно же, клей ПВА и кисточка. Все очень просто. Нужно наклеить пряжу хаотично, но красиво на основу. Этот клей хорош тем, что он более концентрированный и на него все лучше клеится. У меня получились оттенки желтые, оранжевые. И все это будет разбавлено сиреневыми ниточками. Наклеиваем очень плотно между собой нитки, для того, чтобы не была видна основа. Но ни в коем случае не стараемся наносить слои ниток равномерно. Иначе будет немножко не тот эффект. Так как клей ПВА при высыхании становится прозрачным, то можно делать так. Можно сверху нитки мазать спокойно этим клеем. Начала обматывать основу нитками. Вот так это выглядит. Поверх желтых и оранжевых тонов я добавила сиреневые. И для последнего, самого сложного варианта понадобятся бумага и салфетки. Можно использовать специальные салфетки для декупажа. Можно и обычные трехслойные столовые салфетки применить. Они все прекрасно подойдут. Вот у меня целая коллекция салфеток с различными цветочными орнаментами, с бабочками, с птичками, которые можно использовать для цветочных кашпо. И, конечно же, также для этого кашпо понадобится клей ПВА, кисточка и ножницы. Как обклеить бумагой эту основу, да, спросите вы. Для этого бумагу нужно порвать, а затем наклеить на основу при помощи клея ПВА. Зачем делать так? Я хочу придать некоторую текстуру нашему кашпо, чтобы оно смотрелось более выразительно. Бумагу буду наклеивать хаотично, накладывая один кусочек на другой. Это немножко такую состаренность придаст нашему кашпо. Будет ощущение потрескавшейся краски, может быть. Конечно, можно добавлять поверх еще клей ПВА. Ну и еще потому, что, конечно, наклеить кусочки проще, чем наклеивать бумагу целиком. Можно не наклеивать бумагу, а использовать просто так же краску спрей белую из баллончика. Акриловую краску, обычную белую акриловую краску, которую лучше нанести с помощью поролона. Я выбрала для кашпо такой красивый рисунок с маками. Теперь их нужно, эти маки, вырезать из салфетки. То, что нужно, какой рисунок нужен, такой и вырезаем. И затем нужно разделить слои салфетки и оставить только самый верхний красочный слой. Теперь выбранный рисунок нужно наклеить туда, куда вы хотите. Или сделать какую-то композицию. Использовать для этого мы снова будем клей ПВА. Старайтесь наклеивать очень осторожно, аккуратно. Но делать это нужно достаточно быстро, до тех пор, пока салфетка не намокла и не стала рваться или как-то еще портить работу. Итак, можно сказать, что все три варианта моих кашпо готовы. Но нужно сделать небольшой последний штрих. Нужно украсить верхнюю обрезанную часть, край нашего кашпо. Для этого нам понадобятся какие-нибудь ленточки, веревочки или вот косая бейка очень хорошо для этого подходит. И клеевой пистолет. Горячий клей, потому что нам необходимо, чтобы клей очень быстро застывал. Для макового кашпо я буду использовать вот такую бело-красную веревочку. И намотаю ее несколько раз сверху и снизу, потому что там нужно декорировать и нижнюю часть тоже. Теперь мои кашпо окончательно готовы для того, чтобы поставить в них какие-нибудь красивые цветочные горшочки. Так как здесь нет отверстий снизу, то можно просто букеты цветов сюда поставить, композиции, сухоцветов. А можно использовать даже эти кашпо не для растений, а для чего-нибудь еще в качестве подставок, стаканчиков для карандашей, ложек и так далее. В общем, используйте вашу фантазию и из таких бросовых подручных материалов создавайте свою собственную красоту. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить палец вверх. Обязательно подписывайтесь на канал 7Dutch. Это просто огромная кладезь информации обо всем, что творится в саду и в огороде. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok